Но детишки все равно хоть как-то привлекаются к работам и различным мероприятиям. Вот здесь вот перед нами делянка школьная. Дети на этой делянке занимаются практикой на природе. И, соответственно, получают практические знания. Это все было бы интересно, если бы школа была городская. Школа сельская. И надо понимать, что у детей местных у каждого практически есть участок. И каждый практически задействован на участке своих родителей. Так что, как устроен сельский быт, как растут растения, как добывают еду вручную, они знают. Но положено, значит положено. Как говорят мне учителя, отсюда продукция поступает в том числе и на стол этих же детей. Так что, наверное, иметь свое подсобное хозяйство школа просто обязана. Ей это выгодно. Это мы сейчас идем по бывшей территории старой школы. Как видите, здесь тихий ужас. Лес из борщевика, малосопавший. И самое печальное, что это как раз задняя стенка моего участка. Вот здесь заканчивается школьная территория и начинается моя территория. Надо понимать, что с этой стороны она ничем не охраняется и никак не защищена. Вот так мы вышли на мой участок. Оп. Пах. Продолжение следует. Продолжение следует...